Привет, мои дорогие подписчики и те, кто в первый раз зашел ко мне в гости. Я вас всех очень рада видеть. Меня зовут Лена. Добро пожаловать на мой канал, который называется Зеленская Хэнд Мэйд. Самое первое, что я хотела бы вам сказать, это то, что ссылочку я оставлю у меня на канале, на этих выходных я показывала свою мега-мега-мега-мега покупочку. Если вы смотрели, знаете. Если вы еще не смотрели, то обязательно посмотрите. Это огонь. Как мне написали две мои подружки, ну вот это поворот. Конечно, размер. И вообще, производитель данного набора, он, конечно, очень известный, но принять решение, вышивать конкретно такой набор, такого производителя, это, ну, скажем так, совершенно не просто так. Скажем так, не просто так. Короче, а я теперь, я вам, кстати, сейчас покажу кое-что. Можно меня поздравить со стартиком. Стартик-стартик. Я приобрела набор от фирмы Химера. Обязательно посмотрите это видео, которое я сейчас еще раз повторяю. Ссылочка будет внизу под этим видео. Посмотрите. Это, это бум! Это действительно бомба. Ну, сейчас мы будем говорить уже не об этом. Сегодня у нас понедельник, 3 августа. Последний месяц лета. Кстати, обалдеть. Уже два месяца пролетело. И как бы сказать, я не заметила. И сегодня я снимаю видео. Надеюсь, вечером я его постараюсь, наверное, все-таки выложить. Ну, я, в общем, сделаю все возможное. Вот. И буду я вам показывать, что я вышивала с 27 уже июля до 2 августа. Целая моя рукодельная вышивальная неделя. Кстати, мне надо приобрести новый фотофон, потому что места мне вообще очень-очень мало. Я не могу все свои процессы здесь разложить. И, соответственно, вы все сразу не видите. Еще замечательный, великолепный ежедневничек, в котором я каждый раз, наверное, снимая это видео, хвалюсь. Вот. Видео такого плана. Где я рассказываю, что я туда записываю, что я вышивала. Какие-то планы я все-таки стараюсь не писать. Есть у меня некоторые, конечно, планы, но я их все-таки не пишу. В этом ежедневнике я по дням, по неделям просто расписываю то, что я вышивала. Мне это очень помогает, потому что память моя уже не такая девичья. Я, короче, много забываю. Так, давайте начнем с самого, наверное, такого людненького. Самая людненькая – это замечательная коробочка от фирмы Гранни. Хочу сказать, я просто безумно обожаю вот эти наборчики. Это классные наборчики в технике алмазной живопись. Вот в этой коробочке я все храню. У меня таких коробочек, кстати, много. Это я вам уже показывала. Это один из будущих магнитов. Как правило, я делаю магнит, хотя я, кстати, вот их фактически не вешаю. Мне, по-моему, два там висит на холодильнике. А вот этот набор я в данный момент, можно было бы сказать, вышиваю. Ну, какой там вышиваю. Я выкладываю и никак не завершу его. Это будет пара. Вообще, это Анютины глазки. Значит, это желтенькие, а это такие голубенько-синие. Вот вчера. У нас был воскресный день, я как-то не дошла вообще до Гранни. Сегодня дошла, и вот у меня осталось, в принципе, выложить, ну, совсем чуть-чуть. Как вы видите, получается очень-очень красиво. Очень так вот, знаете, вообще хорошие наборы сами по себе. И тем более, так как я люблю что-нибудь утречком поделать за чашечкой кофе, когда я играю в свою ферму, все уже в Инстаграме, наверное, видели, что я игрок, игрок фермы. У меня фармвили. Есть тропик из Кейп, а есть, по-моему, просто фармвили, как-то она так называется. В общем, в Инстаграме смотрите. Вот. Короче, я собираю там на ферме всякие лакомства и овощи, там и фрукты. И параллельно пью кофеек, и так я еще и плюс добавляю вот эти Гранни. Мои замечательные наборчики. Вот. И вот я сегодня дошла, сегодня утром кофе пила, в планшет играла, кстати, вместе с телефоном. Вот. И немножечко выкладывала. Я не стала завершать эту работу, потому что я не люблю как-то очень быстро все это выкладывать. Я, как правило, чуть-чуть, но все-таки растягиваю удовольствие. Ну, вот столько у меня вообще, в принципе, уже все готово. Вот такое большое количество. Прямо осталось совсем чуть-чуть, чуть-чуть. В общем, это такая вот мелочевочка, которую я обязательно должна вам показать. Это один из моих процессов, как правило, утренний. Одна готовая, другая в процессе. Так, это мы потихонечку отодвигаем сюда. И плавненько переходим к этой коробке. Это замечательная коробка, в которой я храню... Это я вам все покажу. Это следующая. В которой я храню мой процесс. Это волшебная страна. Вот такой вот букет в горшке. В последнее время, ну, по понятным, естественно, обстоятельствам, так как у меня дневные процессы тоже появляются с такой, знаете, достаточно большой скоростью, этот процесс чуточку, скажем так, отошел. Здесь я вот замотала иголочку. Что-то как-то я, по-моему, только неудачно это сделала, что ли. Что-то все нахрен запуталось, по-моему. Сейчас посмотрю. Ну ладно. В общем, в принципе, можно и попозже разобрать. Я до этого процесса как-то особо не доходила. Ну, по крайней мере, на прошлой неделе. Совсем чуть-чуть. Какие у меня маленькие продвижения. Я плавненько перешла к зеленым цветам. Это уже стебелечек, листики и к цветочкам. Здесь очень будут красивые цвета. Вот вы, как видите, совсем чуть-чуть. Хотя, в принципе, смотрите, я уже использовала целых три цвета. И эти цвета очень красивые. Потихонечку я это все вышиваю. Кстати, вот. Shine Blonde All Lean. Это очень хорошая фирма и замечательный вообще бальзам для волос, который я использую постоянно. Он не утяжляет волосы и делает так, чтобы они легко расчесывались после мойки. Вот. В эту коробочку, у меня бальзам закончился, новый купила я, складываю весь пессерок, все пакетики. Потому что ранее, когда вот этот весь процесс, вся вот эта вот прозрачная коробка у меня стояла на швейной машинке, она постоянно оттуда падала. И весь бисер рассыпался. Теперь у меня все это вот в такой коробочке из-под бальзама. И как-то я больше спокойно уже, касаемо бисера, даже если он упадет, вернее, если упадет эта коробка, ничего не рассыпется. Так, отходим. И потихонечку мы приступаем к дальнейшему. Вот это будет маленький сюрприз. Сюрприз для вас, секрет для вас, секрет уже не для меня. Это мой новый старт. Я его показываю, да, что я вышиваю. Конечно, понять это вообще нереально, что такое даже я сама знаю то, что я вышиваю, но нифига не понимаю, а что же это такое. Расскажу попозже. Либо в инстаграме сначала, либо уже в следующем видео. Были у меня сделаны еще в июле, по-моему, перед моим днем рождения, покупочки. Вот. И этот наборчик, который я сейчас вышиваю, есть как раз в таких покупках. Напоминаю, что в моих планах будет, значит, снять, ой, снять, господи, разместить видео о покупках в ютубе и в инстаграме. Так что вы все увидите. Ну, на данный момент вышито вообще абсолютно непонятно что. Я говорю, я сама не понимаю, что это такое. Но, в любом случае, это мини-такой стартик. Переходим к следующему процессу. Все-таки, знаете, глобальные процессы я оставляю. И показываю вам вот эту замечательную брошь от фирмы Панна. Значит, вот все то, что осталось. Брошь у меня рядышком лежит. Значит, в этой работе надо скрутить вот такой вот какой-то, я не знаю, крученный какой-то, крученый шнур или что-то такое. И мы вот этим шнуром, который мы сами, собственно говоря, скрутили, надо будет его пришить вот с этой стороны. То есть, чтобы скрыть вот этот зашив. То есть, мы сшивали фетр сзади. В данный момент я уже вот эту булавочку не пришивала. Где-то в инстаграме, ой, в инстаграме, где-то на ютубе я смотрела, то, что можно вот булавочку вот так вставлять. Я не могу сказать, правильно это или нет, лучше или нет, но я все-таки попробовала. Так что булавка у меня закреплена. Уже фетры я пришила к задней стороне. И надо скрутить этот шнур. Но, вы знаете, какая проблема? Этот шнур получился какой-то такой достаточно тонковатый, тоненький. То есть, в принципе, им будет просто неудобно. Вот этот вот край, который я шила, прятать. Значит, мы брошку сделали. Внутри у нас стоит кружочек картонный. Фетры я разрезала, аккуратненько вот так вот наметала. Но, как вы видите, вот он. Это на самом деле все потому, что я не очень хорошо на кружок, сделанный из картона, натянула саму брошь. То есть, уже отшитую, будущую брошь, которая отшита, была на основе. Надо было получше натягивать, но немножко не получилось. Поэтому, ну, как бы видно вот здесь вот, то, что вот этот шнур должен быть, скорее всего, более такой масштабный, скажем так. Есть у меня мысль. Значит, смотрите, что я хочу сделать. Я хочу из остаточков, из запасиков, значит, своей фирмы Гамма, мулинешек, взять две пасмы, пасмы желтые, да, по 6 ниток, и две пасмы оранжевые. Ну, я поищу такие цвета, значит, отрежу и скручу этот шнур. Он получится такой достаточно масштабненький, скажем, жирненький он, да, такой будет. И потихонечку я вот здесь зашью. На самом деле не очень я как-то вот, конечно, довольна, но получилось, конечно, красиво. Очень красиво, но вот здесь меня немножечко обламывает. Но я надеюсь, что я смогу, я смогу все это решить. Мне надо только дойти до моих запасов. Я хотела это сделать вчера, но пока я ее сшивала, пока я там еще немножко отшивала, я думаю, ладно, короче, не буду я ничего делать. Кстати, тоже маленький сюрпризик, который уже на следующей неделе или на этой неделе в Инстаграме после видео о покупках вы увидите. Я начала вышивать еще одну брошку. Но эта брошь уже вышивается, знаете, таким суммом с расстановкой. Переходим к следующему процессу. Он тоже такой, знаете, достаточно мелкомасштабный. Смотрите, это у нас Алисочка, вид на море. Для тех, кто не смотрел предыдущее видео, я хочу напомнить о том, что значит, была у меня мыслишка, такая вот мини-мыслишка. Значит, отшить вот этот набор, сделать из нее из этой вышивки тип магнита. Ну, нифига подобного, потому что я считаю, это, кстати, пластиковая конва. Я вышивала, когда и думала, так это не получится. Нифига не получится, когда мы вышиваем на пластиковой конве. Самое такое правильное, классное, когда будет получаться, надо вышивать только те работы, которые полная зашивка. И желательно без полукрестика. Так что эта работа не подойдет. Ее я, скорее всего, отрежу. И вот этот кусочек буду использовать для чего-то другого. Вот, я обломалась долго-долго-долго-долго, я думала. Как вы видите, отшила я, в принципе, не так-то и мало, стоит заметить, да. Посмотрите, ну, половина, не половина, но почти половина готова. Вот, я из-за этого немножко, так как это скажем, распереживалась. И решила вот, что сделать. Взять ту конву, которая была в комплектации, и натянуть ее на пяльца и начать вышивать всю эту работу. Кстати, потребовалось мне не так много времени для того, чтобы отшить вот эту вот часть. Скажу сразу, отшив, ну, все-таки лучше было делать действительно оригинальный конвей, то есть не брать ничего. Ну, короче, в общем, я сама же за это поплатилась. Это мой вид на море. Тот, который я вот уже второй раз, получается, отшиваю. В принципе, вот, вы можете сравнить. Ну, я говорю, на настоящей конве, на обычной конве значительно лучше. Так, 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 так. Это мы, короче, все убираем, потом я все покажу. У меня, кстати, какая-то ниточка упала. Что касаемо, кстати, ниточек, которые в комплектации, давайте я вам покажу. Потеяя я где-то какая-то нитка. Я, кстати, не знаю, что это за нитка. Вот. Значит, в чем еще может быть такая тема? Я, в принципе, знаю то, что если, допустим, нитки эти какие-то там закончатся, какие-то цвета, то я смогу найти замену в своих запасах от фирмы Гамма. Гамма у меня же там есть, мулинышки? Вот. Вот столько у меня ниток, по большому счету, осталось на отшив. Но я думаю, мне хватит, скорее всего, дошить, потому что... Хотя вот эти вот цвета, например, да, это у нас небо. Вот. Я отшила до конца вот этот цвет. Но как бы по ниткам, в принципе, нормально. Но я не думаю, что у меня какой-то будет косяк уже касаемо ниток, потому что там их не хватит. Но мне кажется, мало вероятно. Но в любом случае найду. Далее мы будем переходить к... Ё-моё. У меня бисер. Ой, бисер, господи, упала. Схемочка. Давайте я схемочку вот так вот закреплю. Аккуратненько. Это схемочка от замечательного набора. Это мой кофейный гость, кофейный товарищ от фирмы Алиса. Значит, в последние дни, по крайней мере, я вышиваю только вот этот набор. У меня есть какие-то вот, как правило, задумки, да, в моей голове? То, что надо вышивать тот набор, ну, по крайней мере, в последнюю неделю, да? Надо вышивать тот набор, который я, как сказать, вижу, так сказать, в ближайшее время завершён. И вот в данный момент я хочу сказать, что вот этот набор как раз-таки, он уже в ближайшее время может быть завершён. Хотя, с другой стороны, знаете, может это и неправильно сказать, потому что доши-то доши, там ещё немеренное количество бэк стич. Здесь вот я вообще его не делала, я вообще нигде не делала бэк стич. Но если мы посмотрим на схемку, в принципе, ну, наверное, видно, конечно, не очень хорошо. Но я вам могу сказать, осталось не очень много. Совсем-совсем чуть-чуть. Так что вот эти дни я вышивала конкретно вот этот набор. Что касаемо сегодняшнего дня, понедельника, я не знаю, как будут обстоять дела. Потому что в моих мыслях начать немножечко вышивать свой набор кофейный магазин от Dimensions. Вот. Ну, что касается этого набора, я немножечко его, смотрите, перетянула. Здесь, конечно, ещё не очень понятно, что вообще будет. На титульный лист я не очень смотрю, когда вышиваю. У меня там стоит папочка с остатками какими-то. То есть там остатки, вернее, не остатки, а там старый кусочек схемы, который я уже отшила. Там органайзеры и титульный лист. Это у меня всё в папочке стоит. В принципе, я вижу, но я так особо не смотрю. Здесь осталось не очень много. Здесь у нас, по-моему, будут палочки ванили или корицы. Что-то такое. Ну, не очень. Здесь-то понятно, что это кофейный зёрн, это сахарок. А тут ещё пока не очень хорошо видно. Но в любом случае осталось мне, как мне говорит подружка, пару вечерочков, и ты всё, закончишь. Но на самом деле я не думаю, что пару вечерочков. Я, конечно, вышиваю, ну, как сказать, не очень, конечно, и медленно, и не очень быстро. Но я не думаю, что я ограничусь двумя вечерами. Так что сегодня, скорее всего, я буду вышивать другой процесс, потому что нельзя постоянно долбить одно и то же. Так, ну вот, смотрите. Кстати, вот у меня отпялись грязно. Расчертила я обычным карандашом, но, как правило, я стираю с этим, с мылом, с хозяйственным. Ну, хрен знает, не дай бог, не отойдёт. Вот карандаш. Вот столько. Мне надо вот здесь ещё немножко дойти. Ну, вот это я всё дошила. Вот здесь я не помню, что у нас. По-моему, тут у нас корица, что ли, ваниль, что-то такое лежит. Вот. Ну, вот столечко мне осталось. В принципе, совсем-совсем чуть-чуть. Последние, вот прям последние, последние, последние шаги. Вот так вот выглядит. Посмотрите, очень красивый набор. Напоминаю ещё о том, что у меня есть ещё один набор. Там, по-моему, называется «Чайная» уже «Гостья». Вот, когда вот я снимаю видео, надо либо наборы приносить, либо фотографии включать, вставлять. Наверное, я так и буду делать. Вот. И, ну, я говорю, последние шаги. Так, мои сейчас пошли на... Тимох пошёл на велосипеде кататься, а папа вместе с ним. Ну, в смысле, мой муж. Его папа, а не мой папа. Вот, и я... Это... Как его звать-то? Стараюсь особо не затягивать. Ну, так вот. И теперь мы будем плавненько возвращаться к разговорам о моей химере. И, естественно, я не могу вам не сказать то, что я стартанулась с химерой. Я сама себя поздравляю. И что я хотела бы вот вам показать, сказать. Значит, вообще, я долго думала, как мне вышивать химеру. Размеры этой химеры просто вообще, значит, по-моему, там 370 по вертикали и то ли 350, то ли, по-моему, или 340 по горизонтали. Сами понимаете, что это вообще просто офигеть. Сколько. Я даже не буду считать это такой... Ой, это вообще, короче. Я сначала думала о том, чтобы... Схема на 35 листах. А4. Вот. Я долго думала о том, как начать. Откуда начать. Я же всегда начинаю с центра. А потом думала, ешкин, ты матрешкин. Какой, Лена, нафиг центр? Может быть, я не знаю. Может, я, конечно... Ну, сейчас я уже не передумаю, естественно, потому что я начала вышивать. Подумала, начну, ладно. Начну я вышивать с угла. Начала я вот с этого угла вышивать. Еле-еле вышила. И поняла то, что эти пяльца мне очень нужны. Я вышивала я на других. Вот. Перетянула. И немножечко отступила. Начала вышивать вот здесь. В данный момент я вышиваю черным цветом. Это цвет, значит, в этой 310. Вот. В карте цветов. И, конечно, скучновато. Вот, честно, я вам скажу. Вообще, химера, в принципе, вот в целом, да, вообще, если разобраться, она, конечно, отличается от других наборов только одним. Это размер. Схема там, как обычно, ключ к схеме тоже, как обычно. Нитки такие же, какими мы все вышиваем. Ну, собственно говоря, чем? Чем она отличается? Размером. Дизайном. Вот. То, что касается уже вот, ну, как бы процесса вышивания, да, нитки такие же, иголка такая же, канва такая же, все такое же. Карта тоже вообще. Ну, и схема. Ну, ничего такого там, в принципе, нет. Вот. Карта. Карта цветов. Нет, ключ к схеме неправильно сказала. Значит, я зацепила. Все, вернее, на пяльцах закрепила. Натянула. Все немножечко тут свернула. Затянула. Так. Одну секундочку. Ой, на одну секундочку мне пришлось оторваться. Вот. Пересказы. На самом деле, мне просто, мои пришли домой. Вот. У меня есть еще буквально две минуты, чтобы доснимать видео. Ну, так вот. Возвращаюсь я к химере своей. Я могу сказать то, что мне очень нравится. Ну, конечно, естественно, мне хотелось бы увидеть хоть какой-то, ну, я не знаю, уже кусочек, который мне будет понятно. Здесь вообще ничего не понятно. Только черный цвет. Значит, в моих планах вот на данный момент, ну, еще пару квадратиков, может быть, даже и не пару, может быть, и пять квадратиков отшить только черным цветом. Потому что я знаю, что уже где-то вот здесь, где-то вот здесь будут появляться какие-то другие цвета. Мне безумно, конечно, интересно смотреть, но я вообще, в принципе, вот так вот сижу и понимаю, ё-моё, размер просто ого-го. И как я смогу вообще этот размер весь отшить? Я, если честно, ну, совершенно не знаю. Но я надеюсь. То есть, да, я надеюсь, что у меня будет все получаться. Я потихонечку, конечно, буду справляться с этой работой, с этим процессом потихоньку буду вышивать. Так, значит, это мой старт. Конечно, мне хотелось бы вам показать что-то более такое существенное. Но я вот буквально начала, я говорю, ну, чуть-чуть я вот здесь вышила в субботу, и вот это я все вот отшила в воскресенье. То есть, два дня прошло. Хочется, как бы, химеру ввести как отдельный процесс и снимать видео вот уже непосредственно про химеру. Вот про вышивку химер. Мне кажется, так было бы, конечно, лучше. Но там мы посмотрим. Надо подождать хотя бы чуть-чуть времени для того, чтобы, ну, как-то было побольше. Потому что несерьезно. Так, и на этом, мои дорогие, я буду с вами уже, наверное, прощаться. Я была рада вас видеть. Очень хорошо за то, что вы зашли ко мне в гости. Если не подписываетесь или не подписались, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, добавляйтесь и подписывайтесь на мою страничку в Инстаграм. Смотрите мои сторис. Добавляйтесь, друзья, в контакт, в одноклассники. Ну, в общем, короче, давайте с вами дружить. Все, мои сладкие, побежала. Я готовить перекус, моим дорогим. И родным, которые пришли домой, я уже, видите, тороплюсь, быстренько болтаю. Самое главное, мои хорошие, будьте живы и здоровы, не болейте, счастья и всего хорошего. С вами была ваша Зеленская Хендмейд. Всех целую, всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok